Женщины в старину были большими мастерицами. Своё ремесло девочкам передавала мама, бабушка. А первую прялочку девочки мастерил мужчина из семьи. Это брат, отец или дедушка. Старались прялочку сделать очень красивой, резной, расписной. Прялочка напоминала согнутую руку в локте. Девочка, когда садилась на донцы, работала за этой прялочкой, она чувствовала себя в безопасности. Прялочка её оберегала, дурного сглаза, чтобы ниточка не путалась, чтобы ровно ложилась. Прялочки мастерили из цельного дерева, то есть ель выкапывали вместе с корнем. Из корня делали донцы, а из ствола ели уже шла остальная часть прялочки. Эти прялочки называются корневухи. А также прялочки были донцы, которые были сборные. Донца крепилась вместе к лопастью и ножке. Ножка была резная, красивая, потому что много времени девочка проводила за прядением. Пряли из льна, из конопли, из крапивы и даже из варёных сосновых иголок и то пряли ниточки. Все растения, которые были волокнистые, все использовали на нитке. Лён – это очень трудоёмкий процесс. Его и выращивали, его обрабатывали, прежде чем он становился ниточкой. Ну а уж последняя стадия – это чесание. Чесали лён вот такой вот щетью. Это свиная щетина, которая вставлялась в деревянную ручку и оборачивалась сверху холстом. Чесали лён до четырёх раз. После четвёртого отчёса лён уже был длинный, ровный, напоминающий человеческий волос. Из него и пряли ниточки. Также пряли нитки из шерсти. Для этого стригли овцу. Также чесали коз. Из козьего пуха пряли нитки. И лён чесали ещё, посмотрите, вот таким вот гребнем. И также наши предки верили, что если таким гребнем расчесать волосы, то они будут длинные, прочные, шелковистые, как лён. Редактор субтитров А.Сёмкин